Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская Слободка, 42. Память, речь, слух, правильное дыхание. Уже доказано, эти способности будут активно развиваться, если регулярно петь. Лучшие классические произведения. В нашем городе есть уникальная возможность научиться классическому хоровому пению. Рубрика «Расти и развиваться» продолжает выпуск. Напомним о детском образцовом хоре «Мандрагора». А также расскажем, как попасть в этот знаменитый коллектив. Детский образцовый хор «Мандрагора» – гордость Клинской школы искусств. Хор известен как в России, так и за рубежом. Коллектив не раз становился лауреатом областных, российских и международных конкурсов. Выступает на одной сцене со звездами мирового уровня и выдающимися коллективами страны. Среди них Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Академический оркестр музыка «Вива» и другие. Хор «Мандрагора» имеет три диска записей. Это разная музыка, музыка зарубежных композиторов, русских классиков, детских песен. Детский хор «Мандрагора» заявил о себе в 1995-м. Необычное название получил в память первого исполнения фрагмента неоконченной оперы Чайковского «Мандрагора» в Большом зале консерватории. За 20 лет высокую хоровую школу прошли более 150 учеников. Многие из них – студенты и выпускники музыкальных консерваторий и академий. На протяжении всего творческого пути хор сотрудничает с мэтром российской эстрады Александром Градским. Он друг и наставник коллектива. Именно с его подачи «Мандрагора» приняло участие в различных музыкальных проектах. Один из них – «Голос» на Первом канале. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Создатель и бессменный руководитель хора «Мандрагора» Елена Умманская – заслуженный работник культуры. Она же заведующая отделением хорового пения в Клинской детской школе искусств. Я горжусь тем, что у нас на отделении созданы такие условия, что дети у нас могут поступать. Как, например, в этом году у нас поступили ребята в музыкальное училище на дирижерское хоровое отделение. И можно поступать на фортепианное отделение. То есть подготовка одинаковая. Хоровое отделение – это три обязательных предмета. Пение, сольфеджио и фортепиано. С третьего класса ученики начинают изучать музыкальную литературу. Занимаются первоклассники два раза в неделю. 26 августа на отделении хорового пения объявлен дополнительный набор детей в первый класс. Прийти на прослушивание может каждый ребенок. Главное было бы желание петь. Не надо бояться, если ребенок не умеет петь. У нас нет такой привычки на хоровом отделении, например, кому-то отказывать в приеме. Потому что у меня и практика, и знания подтверждают, что если ребенок начинает ежедневно заниматься музыкой, то те недостатки слуховые, интенсионные, которые у него были, они проходят, они исчезают. То есть это как коррекция. В этом году отделение хорового пения объявляет набор и в малышкину школу. Это будет подготовительная группа детей в возрасте 6 лет. Есть предложения и для выпускников, которым по 13-14 лет, имеющих музыкальное образование. Для тех детей, которые учились в музыкальной школе и закончили эту школу, например, в этом году или в прошлом году, я объявляю набор в наш творческий исполнительский коллектив «Мандрагора». Прослушивание 2-3 сентября. 1 сентября Дыши имени Чайковского планируют начать обучение в новом корпусе. Для юных музыкантов, художников, танцоров и певцов здесь созданы все условия.